Часто самолеты внушают многим людям благоговейный страх. Иногда даже самые храбрые путешественники боятся летать. Особенно некомфортно становится, когда вам предстоит перелет на старом самолете. Но вы можете заранее узнать его возраст и выяснить еще множество интересных фактов, о которых вам вряд ли расскажут авиакомпании. Полеты на старых самолетах действительно плохо сказываются на нашем состоянии после смены часовых поясов. Да и вообще приятного в этом мало. Старые салоны сделаны из алюминия, поэтому воздух внутри очень сухой. Кожа начинает шелушиться, вам постоянно хочется пить, а глаза чешутся. И на следующий после перелета день вам будет даже хуже, поверьте. Однако кроме этого никакой разницы между старыми и новыми самолетами нет. Главное запастись бутылкой воды и увлажняющим кремом. Старым среднестатистический коммерческий самолет становится спустя около 24 лет полетов. Но даже на старом воздушном судне можно продолжать летать без какого-либо риска, пока есть способ его отремонтировать. Проблема заключается в том, что старый самолет очень сложно обслуживать. В какой-то момент может сломаться что-то действительно дорогостоящее и крайне важное. Так что выгоднее будет просто купить новое судно, а не ремонтировать старое. Где-то между 27 и 30 годами воздушное судно неизбежно ожидает выход на пенсию. Но не все самолеты оставляют ржаветь и разваливаться где-то посреди пустыни. Поскольку в некоторых аппаратах остаются работающие детали, их судьбу решает специальная служба. Это огромный рынок, который живет за счет спасения утилизированных самолетов. А те части, которые уже нельзя использовать, обычно сдают на переработку. Информацию о вашем полете можно найти на сайте авиакомпании. Там вы увидите код вашего рейса, который можно использовать, чтобы найти информацию о самолете с помощью специальных приложений. В них обычно есть карта со всеми рейсами, которые отслеживаются онлайн прямо во время нахождения судна в воздухе. Но главное, они представляют полную историю полетов самолета. Эти данные нужно знать, поскольку изношенность самолета зависит от числа циклов надува, через который он проходит за весь срок службы. Проще говоря, чем чаще судно взлетает и садится, тем больше оно изнашивается. Самолеты, совершающие дальние перелеты, стареют не так быстро, как те, что летают на короткие расстояния. У некоторых самолетов у входа в салон есть табличка, сделанная из металла или покрытая противопожарным слоем. На табличке указана информация о самолете, включая его серийный номер и иногда дату производства. Даже если дата не указана, ее можно найти с помощью номера. В старых самолетах нет встроенных мультимедиа-систем, а сиденья выглядят действительно поношенными. Ковры в таких салонах тоже, как правило, потертые, стены приобретают желтоватый оттенок, а крышки некоторых полок прилегают недостаточно плотно. Если вы заглянете в уборную, там наверняка будет пепельница. Это признак того, что самолет действительно старый. Но такого вы, скорее всего, уже не встретите. Любой коммерческий самолет регулярно проходит множество проверок между рейсами, включая специальные ультразвуковые тестирования. Несколько ультразвуковых лучей сканируют фюзеляж на предмет каких-либо дефектов и возможных трещин. И все ради безопасности пассажиров. На первый взгляд названия рейсов подбираются абсолютно случайно, но на самом деле они могут нам о многом рассказать. Первые две буквы — это код перевозчика. Затем переходим к номеру. Если он нечетный, значит самолет назначается для полетов на запад или юг, а если четный — на восток или север. У дальних рейсов, как правило, более короткие номера. Иногда эти правила не работают, но скорее в виде исключения. Обычно сильнее всего нас пугают плохая погода и турбулентность, а вот пилотов волнуют восходящие потоки. От нагретой земли вверх поднимается горячий воздух, менее пригодный для полета. Авиакомпании вам об этом не рассказывают, но самые безопасные рейсы — утренние. В это время земля недостаточно прогрета. Ваша безопасность — главный приоритет во время любого рейса. Вот хороший пример. Пилоты самолета никогда не едят одну и ту же еду или не едят в одно и то же время. Это помогает избежать даже минимальной вероятности того, что они заболеют. Один пилот пробует еду, ждет час, и если все в порядке, второй пилот тоже приступает к трапезе. Если вы уверены в своей безопасности, но всегда мерзнете во время перелетов, выбирайте места в задней части самолета. Если же вам нравится прохлада, ваши места в начале салона. Кроме того, самые безопасные места — первые пять рядов от каждого эвакуационного выхода. Самолеты всегда немного изгибаются и трясутся из-за большой скорости и сильного давления воздуха. Но все это учитывается еще на этапе конструирования судна. Если хотите свести ощущение дискомфорта к минимуму, выбирайте сиденье в середине салона, около крыльев. Это самое спокойное место в самолете. Но не стоит очень часто смотреть в окно. Крылья тоже гнутся, и это абсолютно нормально. Не беспокойтесь, если значок ремней безопасности над вашим сиденьем вдруг начал мигать. Просто следуйте инструкции. Но если этот значок начинает моргать и у борт проводников, приготовьтесь к тому, что сейчас вас будет прилично трясти. Тем не менее, это совсем не означает, что должно произойти что-то плохое. Пилоты, как правило, не информируют пассажиров о том, что во время полета произошла какая-то проблема. Это может вызвать панику, которая никому не нужна. Вместо этого они преподносят информацию в более мягкой форме. Например, вам сообщат, что скоро самолет будет пролетать облачную зону. А на деле это значит, что пилоты не смогут увидеть ничего впереди. Так называемые воздушные карманы тоже всего лишь безобидное название качки, которое может означать грядущую турбулентность. А вот ноутбуком не рекомендуется пользоваться не потому, что из-за него может произойти электромагнитный сбой или еще что-то в этом духе, а потому что он достаточно тяжелый и может стать настоящей угрозой для жизни в случае экстренной ситуации. То же самое касается и переносных игровых приставок и смартфонов, которые с каждым годом становятся все больше. Авиакомпании также не расскажут вам, что у пилотов очень тяжелая работа. Они летают весь день, затем спят в отдельных номерах, но хорошим отдыхом это назвать довольно сложно. Затем начинается новый рабочий день и все повторяется. И все же пилоты признаются, что для них вождение машины более волнительно, нежели управление самолетом. Даже если им не удалось выспаться. Да уж, тут я их понимаю. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.